Во все времена существовала проблема отцов и детей, каждый представитель из сих противоборствующих сторон уверен, что жить необходимо именно так, как он считает нужным, а опять же каждый по-своему прав и неправ. Нынешнее время и вовсе прослывает необычайно странным духом, когда все переворачивается вверх дном и невозможно понять, кто есть кто, вопросов много, а ответы всегда довольно расплывчаты, и лакмусовой бумажкой нашего времени можно считать вопрос о том, почему сейчас молодежь не хочет работать. Кажется, что в этом кроется вся проблема, вот бы пристроить всю слоняющуюся без дела молодежь на заводы и поднять производство, заживем? Вообще да, неплохо было бы жить имея нужную и хорошо оплачиваемую работу, чтобы человек не задумывался о дополнительных заработках, а проводил время, отдыхая со своей семьей или посвящая себя хобби, продолжая многогранно развиваться. Но сейчас это утопия. Молодежь действительно не хочет работать, но она не хочет работать не потому что ленивая, плохая и разбалованная. Нет, встречаются и такие, довольно много, но в большинстве своем это даже еще не молодежь, а подростки и студенты. Молодые люди не хотят работать на бесперспективной и нелюбимой работе. Если брать по своей истории, то я никогда не был ленивым. Честно получил высшее образование инженера-технолога по очной форме обучения на бюджете, честно устроился работать в автобизнес-сферу, где выполнял обязанности мастера участка установки да и менеджера отдела дополнительного оборудования для автомобилей, по совместительству. После нескольких лет работы стукнул кризис и упали зарплаты. Сменился руководитель и общее настроение компании, но работали многие до упора, пока контора и вовсе не закрылась. Затем довелось работать в администрации муниципалитета, решая вопросы с ведущими специалистами области по градостроению. Была пройдена переквалификация, но обязанности наваливались, а зарплаты больше не становилось, ее просто не хватало ни на что, пришлось уйти. После этого было решено перевести 12-летнее занятие музыкой из формата хобби в нечто большее. Сейчас самозанятость и возможность совмещать различный род деятельности на официальной основе. Я не хочу на завод не по причине лени, а по причине отсутствия перспектив. Заводы массово оснащают роботами, если нет, то этот завод в скором времени будет прикрыт. У меня достаточно друзей, которые работали на заводах, но там нет ни достойной зарплаты, ни серьезных целей, ни раздолий для реализации самого себя как профессионала. Молодежь хочет работать, но молодежь не хочет быть ненужной. Да, есть такое мнение, что кругом одни тиктакеры и прочие блогеры. Да, с каждым годом их становится больше, но помимо примитивных челенджей и показа отсутствия адекватности есть и качественные проекты, в которые вкладывается весь свой опыт и знания. И знаете, это никуда не уйдет. Сейчас уже четко вырисовывается экономически рабочая схема. Роботизированное массовое производство. Маркетология. Блогеры, медиа. Конечный потребитель. Молодежь не виновата, что попала в новую экономическую модель и реалии. Людям уже несколько лет твердят министры и высокие должностные лица, открытым текстом говоря, что не нужны вам заводы, производство и прочее, лучше в себя вкладывайте. Но не одними блогерами сыты. Мой двоюродный брат только пару лет назад окончил колледж с горем пополам и вышел электриком, а теперь очень востребованный специалист и получает в двух раза больше средней зарплаты по стране. Он тоже молодежь. Учиться, кстати, не хотел, а хотел работать. Каждому свое и суть заключается в искреннем поиске себя. Человек никогда не добьется успеха и внутреннего удовлетворения, если будет ненавидеть то, чем он занимается. Сварщик ты или электрик, музыкант, блогер или гимнаст. Молодежь не хочет не работать, молодежь не хочет работать на нелюбимой работе. Не надо гнать всех на один завод. Как и в мире природы, как и у семейства муравьев, где группа рабочих делится на подгруппы и каждый выполняет наиболее подходящие ему обязанности. Если все будет наоборот, то ничего хорошего не выйдет.